Приветствую вас, дорогие подписчики, ученики и друзья. Сегодня хочу поделиться с вами очень интересным случаем из моей практики, которая случилась буквально на сегодняшней консультации. Ко мне пришёл молодой человек, мужчина, 30 лет, с определённым запросом. Ну и через несколько минут вы поймёте, почему я вам показываю двигатели, пока продолжается мой рассказ. А человек пришёл ко мне со следующим запросом. Всю свою сознательную жизнь, по его словам, он не мог и не может понять, чем ему заниматься по жизни. И для мужчины к 30 годам для него это было очень нелёгким положением, потому что он не находил себя, не может реализовать, ну не мог уже, я надеюсь, что сможет, потому что получил достаточно много содержательных, ценных рекомендаций и дальнейших проработок, которые ему предстоит совершить после нашей встречи. И запрос в том числе у него был и на здоровье в связи с ухудшающимся здоровьем, и запрос по отношениям. Когда я начал говорить про его огромный потенциал физических сил на 4 двойки и 2 четвёрки – это очень сильный волевой стержень, этот мужчина удивился, потому что сказал, что наоборот считает, что у него не хватает сил и не хватает частенько силы воли взять и что-то поменять, и как-то что-то предпринять, двинуться в какую-то сторону. На что я, конечно, понял, что он имеет в виду, когда говорит это, потому что понятийная база, она всегда отличается между терминами, которыми я оперирую в этой науке, и терминами, которые понимает, как правило, обыватель, человек, который приходит ко мне. И я ему стал рассказывать, как есть. Я говорю, что 4 двойки – это запас физических сил в 2 раза превышающий норму обычного человека, которому требуется запаса сил, как правило, на 2 двойки. 4 двойки – это, соответственно, энергия за двоих, вот этой плотной физической такой эфирной грубой, грубоматериальной силы, благодаря которой человек может совершать хотя бы малейшее активное действие. Но на что этот мужчина подтвердил, что на самом деле занимался тайским боксом, когда я спросил, а сколько вы занимались, он ответил, что на протяжении целых 8 лет. И на что я, конечно же, сказал, что, ну, знаете, человек с меньшим количеством двоек и четверок вряд ли, ну, трудно мне представить, чтобы занимался тайским боксом на протяжении 8 лет, вот, особенно если бы это был действительно потенциал каких-то слабых маленьких сил, там, скажем, которые, как правило, обычно проявляются в психоматрице там на 1 двойку и отсутствие четверок – это вот прям минимальный запас сил. И, конечно же, по интонациям, по тону голоса от этого мужчины я чувствовал эти силы, чувствовал эти четыре двойки, эту энергичность, чувствовал этот волевой стержень двухчетверочный, который всегда проявляется у многочетверочного человека такой дисциплиной в голосе, ответственностью, краткостью, короткостью реплик и фраз. И за многие годы, уже десятый год, я, конечно же, научился на сотнях случаев распознавать все эти параметры психоматрицы через интонации, тон голоса и другие проявления. И поэтому, конечно же, как ни крути, это всегда отслеживается, когда мы общаемся с человеком. В ходе обратной связи от этого мужчины мы, конечно же, выяснили, что, оказывается, он работал на достаточно активной позиции, где нужно было трудиться буквально по 9-10 часов в сутки, на должности такой, где нужно совершать, ну, действительно, активные физические действия, что дало дополнительное подтверждение, что человек с меньшими силами, с меньшими запасами, ну, просто бы не выдержал на такой работе. И то, что касается здоровья, конечно же, здесь проявляется, как и у всех многодвоечных людей. Причина этого падающего здоровья заключается в том, что человек в какой-то момент перестает заниматься активностью физической, за счёт чего вот эта плотность четырёх двоек физической энергии, она, эфирной энергии, она всё больше уплотняется в теле, причиняет всё большие какие-то беды, болезни в организме, связанные со спиной, с суставами, там, это и остеохондрозы, и отложение солей. И таким образом, действительно, здоровье ухудшается, и человек находится во всё большей такой, как бы, придавленности под этим прессом, вот этой эфирной многодвоечной энергией. А надо понимать, что это реальная, грубо-материальная такая эфирная энергия, которая новыми порциями прибывает каждый день к человеку, обладателю такого потенциала, потому что его объём, он дан ему от рождения, объём на целых четыре двойки. И этот объём, после того, как человек просыпается утром, он всегда наполняется новыми порциями, которые, если человек не расходует, не реализует, никуда не вкладывает, соответственно, эти новые порции, они остаются внутри, они начинают разрушать человека, и в буквальном смысле придавливают его, делая его таким грузным, тяжёлым, тучным, что проявлялось в речи, в интонациях тоже этого мужчины, такая тяжесть. И, соответственно, потом этой тяжестью человек начинает выдавливать своё ближайшее окружение тех близких людей, которые находятся рядом. То есть, такие люди, как правило, они очень тяжёлые, многодвоечные, которые не расходуют, не реализуют свой потенциал. На что этот мужчина также интересным образом подтвердил свои внутренние ощущения. Он сказал, что я чувствую, как будто я нахожусь в подводной лодке, и надо мной ещё такая большая толща воды, которая давит на меня. И вот это и есть проявление вот этого давления, этой грубой эфирной энергии от многих двоек. Соответственно, есть такой уже момент, такая ситуация в жизни человека. И, как вы понимаете, в особенности при таком раскладе очень тяжело понять, а в чём же мой потенциал, где же мои силы, и как их реализовывать. Когда, казалось бы, что уже вроде как сил нет, человек сидит придавленный, хотя огромные внутренние ресурсы, энергия внутри огромная, но она очень тяготит, и человеку уже тяжело, элементарно даже бывает встать с места. Тут ещё и такая ошибка заключается в том, что этот мужчина в последние годы занимается такой вот прям сидячей работой, что непозволительно, в принципе, для человека с таким количеством двоек. Потому что иначе они ещё больше придавливают человека. И тогда, конечно же, не понимая, что происходит, плюс ещё, так как единиц меньше, чем двоек, то есть всегда есть недостаток по идеям, по пониманию, что нужно делать. И ещё меньше троек есть всегда недостаток по пониманию, как тот или иной процесс совершить в жизни. Потому что единица у нас отвечает на вопрос, что делать, а тройки отвечают на вопрос, как это сделать. И таким образом человек действительно, как он сам и выразился, на протяжении всей своей сознательной жизни, с самого детства, не понимает, куда себя применить, на что себя реализовывать. И вот здесь обратите внимание, как обыватель может легко заблудиться в понятиях и решить, что у него нет энергии, у него этой энергии мало. Хотя на самом деле он просто находится в придавленном состоянии под этой толщей, этих больших порций, этой эфирной грубо материальной энергии, а на самом деле у него её валом, что невозможно ни отследить, ни подтвердить, когда это действительно так. Потому что если у человека потенциал с одну двоечку, например, и нет четвёрок, тут просто вот при всём желании подумать, что у тебя много энергии, не получится, потому что каждый день твоей жизни, он подтверждает всегда, что этой энергии действительно недостаточно. Даже если человек находится в непридавленном состоянии, в бодром состоянии духа, а как правило с одной двойкой, этой придавленности никогда в принципе нету, потому что этой эфирной грубо материальной энергии совсем мало у человека. И там, конечно же, как ни крути, совсем другая обратная связь. И таким образом мы выяснили, то есть я прояснил через вот такие вот детали, нюансы, которые я не знаю даже, как ещё человек бы понял и осознал, если бы не пришёл ко мне на консультацию. Человек понял, что на самом деле является обладателем вот этого огромного потенциала энергии. И я этому мужчине сказал, а знаете что? То, что сейчас с вами происходит, это подобно тому, как если бы у вас был, находился в гараже, мощный большой двигатель, ну, например, там от BMW или Mercedes. Этот двигатель был бы в рабочем состоянии, пригодный, действительно мощный, с сотнями лошадиных сил, но он немножко залежался, появилась какая-то ржавчина, где-то, возможно, не хватает масла, нужно что-то смазать, где-то поменять какой-то шланг, подтереть эту ржавчину, но если вы это сделаете, этот двигатель снова придёт в своё исконное, годное состояние, и мощности этого двигателя, конечно же, нужно обязательно задействовать. И очень здорово, что человек обратился в свои 30 лет, потому что очень часто ко мне обращаются даже за 50 лет, когда уже людям, многодвоечные люди, с ещё большим набором, букетом проблем в организме, реальных физических проблем, которые уже, так скажем, которыми они обросли по причине незадействования этого большого количества двоек. А этот человек обратился ко мне в свои 30 лет. Но даже уже, как мы увидели, в эти 30 лет человек, который забросил свою активную физическую деятельность, уже становится таким грузным, неповоротливым. Это, знаете, можно сравнить с поездом, локомотивом, который начинает трогаться и тянуть за собой весь состав с вагонами. И, как правило, это происходит очень медленно. То есть, такой человек с таким потенциалом очень медленно раскачивается. Ему тяжело привести в движение все свои механизмы внутренние, ресурсы, начать как-то вот что-то делать. И, как правило, такой человек очень медленно раскачивается. Но, когда этот поезд уже набрал определенную скорость, он тронулся, он набирает обороты, достиг 40, 60, 100 км в час, то он уже несется, как вы понимаете, под этой тяжестью, и его не остановить. И даже если он резко затормозит, то все равно очень большой путь он проделает по инерции, за своей такой вот тяжестью. Вот то же самое происходит с многодвоечными людьми. И, конечно, по поводу того, что человеку не хватало сил и даже воли, когда мы расставили понятийную базу, немножко договорились о понятиях, синхронизировали мою и его понятийные базы, то этот человек согласился с тем, что, конечно же, дело оказывается не в том, что у него недостаточно воли, потому что он и сам подтвердил на многих ситуациях, что он ответственный волевой человек и по энергичности. Как я и изначально понял, когда взглянул только на его психоматрицу, конечно же, дело в его такой обратной связи заключается совсем в другом, потому что, когда нет восьмерки у человека, вот этот запас психических сил, сил души, он не менее важен и играет большую ключевую роль в ощущении таких внутренних сил, потому что, когда нет восьмерки, вот я ему когда сообщил о том, что нет восьмерки – это малодушие, там, восьмерка – это простодушие, две восьмерки – это добродушие, три восьмерки – это великодушие и так далее, он сначала, конечно, из своей понятийной базы не согласился, он сказал, ну, я бы не сказал, что это малодушный человек и так далее. Я сказал, что подождите, вы сейчас не знаете понятийную базу, на которую опираюсь я. И когда я ему назвал критерий, самый главный, того, как проявляется человек без восьмерки, он тут же согласился, что да, мне очень тяжело переключаться с негатива на позитив, а это является самым главным таким критерием человека без восьмерки, что и в буквальном смысле рождает под собой такое понятие, как малодушие, то есть не из-за суждения, что человек какой-то плохой, нет, это не означает, что он плохой или хороший, а исходя из того, что объемы и потенциал сил души, они очень маленькие, то есть так же, как слабые мышцы, которые требуют своего развития. И такая душа, соответственно, требует своей напитки и взращивания, как вот это еще называется. И вот эти душевные силы, они действительно, когда их не хватает, когда их настолько мало, они дают такую просадочку по именно психической энергии, когда человек очень часто может находить себя в унынии, в угнетенном состоянии. И даже обладая такими большими силами на 4 двойки и 2 четверки, тем не менее, из-за такого психического состояния, депрессивного даже, с чем тоже человек соглашался, он говорил, что да, мягко сказать, трудно переключаться с негатива на позитив, ввиду всего этого, действительно опускаются руки для того, чтобы что-то делать активно, несмотря на то, что внутренний потенциал по двойкам на целый такой мощный двигатель. Ну, конечно, очень много мы с этим мужчиной проговорили, очень много ценных рекомендаций я ему дал. Вы знаете, друзья, что радует, что в последние где-то полгода, я думаю, что это ввиду все-таки моего профессионализма, который оттачивается с каждым днем все больше, и моих личных наработок, все люди, которые ко мне приходили на консультацию, вот прям за последние полгода, статистику, да, такая приятная для меня, как для профессионала, такова, что человек приходит на консультацию сначала на час, берет базовый билет, но потом, когда встает вопрос о том, продлевать ли наше взаимодействие дальше на второй час или нет, сомнений не то, чтобы у человека не остается, а участник консультации, который приходит ко мне, просто вот охотно от всей души, от всего сердца чуть ли не просит, да, давайте еще на второй час продлим вот эту встречу, потому что за даже полчаса, которые мы первые проводим, человек уже понимает, сколько ценностей получает во время такой встречи, онлайн-встречи со мною, и это меня, как профессионала, как растущего профессионала, с каждым днем повышающего свою компетентность, конечно же, очень радует, и в первую очередь очень приятно и радует, потому что человек чувствует эту пользу, эту ценность для своей жизни, и я очень рад, что могу давать эту ценность, в чем, конечно же, реализую мои личные потенциалы, мои дары и богатства, с которыми я пришел в этот мир. Напомню, дорогие слушатели, что сейчас есть возможность не только записаться ко мне на основательную консультацию, что, конечно же, наиболее предпочтительно, потому что вы получаете самую целостную картину на такой онлайн-встрече, но и вы можете решить жизненно важный для вас вопрос быстро по WhatsApp или через Telegram, просто написав мне в личку, и я вам даю ответ, точечный ответ на ваш конкретный вопрос через аудиосообщение. Этот ответ, конечно, тоже достаточно развернутый, достаточно ценен для того, чтобы вы что-то осознали очень важное в своей жизни, чтобы уже сейчас начали это что-то менять, брать в проработку. Есть очень гибкий такой формат нашего взаимодействия, вот, так скажем, в таком WhatsApp-овом формате. Посмотрите мой недавний ролик на канале, если вы не видели, с объявлением об этой возможности. Ну и, конечно же, желаю вам, как всегда, максимального развития, исходя из той осознанности и из тех ресурсов, на которые вы способны, на которые вы готовы в данный момент вашего времени, вашей жизни, того этапа, к которому вы сейчас подошли. Просто развивайте, ни о чем не переживайте и, самое главное, всегда старайтесь становиться сегодня чуточку лучше, совершеннее, осознаннее, чем вы были вчера. С наилучшими пожеланиями и уважением. С вами был Станислав Жданов. Субтитры создавал DimaTorzok